Саламат Сторма Курмета от Андастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники Я начинаю свой прямой эфир И сегодняшний эфир я хотел посвятить работникам сырьевых предприятий Это нефтегазовый сектор, это горно-металлургический комплекс И горнодобывающие предприятия страны Только по официальным данным в нефтегазовом секторе работает чуть более 500 тысяч человек Это только по официальным данным Как вы понимаете, в эту отрасль не включены сервисные предприятия Энергоснабжающие, строительные, буровые и другие компании Поэтому реальная численность, конечно, больше, чем 550 тысяч человек Но будем отталкиваться от официальных данных Далее работников других сырьевых предприятий Горнодобывающие, металлургические, ну и так далее Других предприятий По официальным данным около миллиона человек На самом деле, конечно же, это численность значительно больше Здесь я просто хотел бы вам напомнить, перечислить Это золотодобывающие компании, урановые компании, угольные компании Это такие перерабатывающие компании, как горно-металлургические имеется в виду Это Арселор Миттл, вчерашний кормят комбинат Кассинк, это предприятие, принадлежащее евразийской группе Добывающие ферросплавы, разные руды Соклово-Сарбайсик комбинат и так далее И вот, собственно, только по официальным данным На такого рода предприятиях работает не меньше миллиона человек Итак, мы ориентируемся на сырьевой сектор Где работает не менее полутора миллиона человек В Казахстане около 9 миллионов человек Людей, которые трудоспособного возраста По официальным данным В нашей стране где-то около 8,5-9 миллионов человек якобы работает Понятно, что минимум нескольких миллионов человек Власть приписывает, говорит, что якобы они самозанятые И чтобы вы понимали, уровень безработицы в нашей стране 4,5-5% Но для сравнения, у Греции сейчас 20% почти безработных Европа, считается, достигла лучших показателей за последние 11 лет И уровень безработицы 7,5% Ну, представьте себе, как может быть в процветающей Европе Быть уровень безработицы порядка 7,5%, а в Казахстане 4,5-5% То есть, это о чем говорит? Это говорит, что просто официальная статистика занимается тотальными приписками Я в свое время делал анализ И я хочу вам сказать, что уровень безработицы в нашей стране достигает не менее 30% Ну, и понятно, что если, скажем, несколько лет назад в Греции уровень безработицы был порядка 23% Но где Греция и где мы? Мы можем говорить, что в Греции проблемы Но, извините, нам до этих проблем еще долго шагать, чтобы мы так жили, как греки И имели такие проблемы, как они Но если у греков было порядка 23% безработицы Как может в Казахстане быть уровень безработицы около 5% Поэтому я сейчас ориентируюсь на более реальные цифры Пока отталкиваюсь на официальные статистические данные Так вот, в этих отраслях работает порядка полутора миллиона человек Почему я сегодня хочу посвятить свой эфир именно работникам этих предприятий? Дело в том, что когда бастуют нефтяники, в частности Жану Зене В 2010-2011 году нефтяники бастовали Наши граждане и не поддержали их Собственно, это привело к трагедии Потому что власть считает, что можно придавить протестующих Которые, собственно, ничего такого и не делали Просто в течение 7 месяцев они просто небольшой группой От 300 до 500 человек стояли на площадях Когда было жарко, просто, что называется, лежали Зимой они просто тоже небольшими группами дежурили на площади в Жану Зене И в реальности от них не было никаких проблем Власть была глуха И, собственно, сам народ не поддерживал Ну, считалось, что как же так Нефтяники требуют поднять заработную плату Там до 1000 долларов Где-то что-то было больше И с учетом того, что в других отраслях В госбюджете, в бюджетной сфере и в других отраслях Люди получали в среднеменьшее Многие восприняли, что вот Жану Зене якобы зажрались На самом деле, я сейчас в этом эфире хочу показать Что всем гражданам страны выгодно Чтобы экспортные отрасли Работники экспортных отраслей Зарабатывали как можно больше Тогда это повлияет на жизнь всей страны И работников в бюджетной сфере И на бизнесменов, и на всех абсолютно Поэтому мы должны радоваться Когда те или иные отрасли процветают Люди зарабатывают больше Потому что это, безусловно, повлияет на вашу жизнь Именно в сторону улучшения Итак, я хочу привести факты Которые каждый из вас может забить в интернет Зайти в интернет и в гугле И написать такие слова Средняя заработная плата работника нефтяной отрасли в мире И вы с удивлением обнаружите Что средняя заработная плата нефтегазовой отрасли Будет составлять не менее 10 тысяч долларов в месяц Или 4 миллиона тенге Вам кажется, это фантастика Многие будут говорить Нет, это нереально Я вам говорю, в реальность Зайдите в интернет и вы это обнаружите А сколько же получают наши нефтяники Наши нефтяники, которые считаются, что очень много зарабатывают Получают, например, при вахтовом способе работы 500 тысяч тенге Кто-то 600 Но считают и делить его на 2 Потому что он 15 дней работает 15 не работает И, собственно, за тот период, когда человек не работает Понятно, что зарплата не начисляется Поэтому в реальности, даже если говорить о средней зарплате нефтяников Она не будет составлять даже 500 долларов А в реальности нефтяники Козловдинского региона, Ахтубе, Мангстал сообщают Что их заработная плата составляет 90-150 тысяч тенге Это ориентировочно 300-400 долларов США А как это все сравнивать, когда статистические данные в мире сообщают нам Что средняя заработная плата в нефтегазовой отрасе составляет не менее 10 тысяч долларов Конечно, найдутся критики, скажут, ну как так? Наверное, наша нефть плохая Я хочу вам сообщить, что наша нефть продается по мировым ценам Себестоимость нашей нефти является одной из самых низких Ниже среднего уровня, точно, абсолютно Себестоимость нефти в Соединенных Штатах Америки В Норвегии, в Австралии, в Канаде является существенно выше, чем в Казахстане При этом заработная плата в среднем на этих предприятиях составляет В нефтегазовой отрасли 10 тысяч долларов в месяц Или 4 миллиона в тенге Вам, наверное, это кажется фантастикой, нереальностью, но это факт Почему мы говорим, что работники этих предприятий должны получать Такие же сопоставимые заработные платы, как и на предприятиях мира Потому что продукт не продается по мировым ценам Себестоимость у нас ниже, чем мировые То спрашивается, почему нашим работникам платят такие деньги, мизерные А это все связано с тем, на самом деле, что основные нефтегазовые предприятия страны Контролирует у нас Нурсултан Назарбаев со своим зятем Тимуром Кулебаевым Ему невыгодно, чтобы работники на этих предприятиях получали высокие заработные платы То есть, вы понимаете, если зарплата максимум 500 долларов в месяц Реальная рыночная заработная плата 10 тысяч долларов в месяц в мире Получается, разница куда-то же девается 9500 долларов Куда она девается? Она девается очень просто в карманы Нурсултана Назарбаева и его ближайшего политического окружения Итак, более 500 тысяч человек в месяц недополучают гигантскую заработную плату Просто гигантскую Считайте, что как минимум 5-6 тысяч долларов С каждого в среднем работника нефтегазовой отрасли эти деньги крадутся ежемесячно И утекает в карманы Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения Я хочу вам сказать, что даже при таких высоких заработных платах, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, Канаде и все прочее других странах Тем не менее, собственники этой предприятия зарабатывают миллиарды долларов Помимо того, что людям платятся такие заработные платы высокие Они, собственники, еще извлекают дополнительную прибыль, которая числяется миллиардами долларов Я еще хочу вам сказать, что уровень налогов в нашей стране значительно меньше, чем в европейских странах И при том все, собственники этих предприятий в европейских странах и в США поднимают миллиарды долларов Поэтому вы, конечно, должны спросить А как же так получается? У вас крадут в заработной плате Миллиарды долларов куда-то утекают А куда себестоимость? Она у нас низкая, нефть ниже, чем в этих названных странах Ответ простой Эти деньги утекают в карманы политической верхушки Возьмем предприятие сырьевого сектора или горно-металлургического Возьмем, например, Арселор Миттл Арселор Миттл Зарплата людей 100-150 тысяч тенге в среднем То есть 300, максимум 400 долларов На тех же предприятиях, на аналогичных, которые есть в Канаде, например Инженер, просто закончив учебу, получает стартовую заработную плату 5 тысяч долларов в месяц Простой вчерашний студент, который пришел работать инженером Сразу получает заработную плату 5 тысяч долларов И владелец тот же самый Миттл Возьмем такие же аналогичные предприятия в Польше, в Чехии Арселор Миттл, например Там 1400 евро Что такое 1400 евро? Это та же самая зарплата Приблизительно ориентировочно 700-800 тысяч тенге Наши получают 100-150 тысяч тенге Как так? В таких средних европейских странах Заработная плата в 7-8 раз выше А в реальности заработная плата в 10-20 раз выше На аналогичных предприятиях самого же Миттла Абсолютно аналогичных Притом у нас себестоимость производства металлургической продукции Ниже, чем в европейских странах Потому что электроэнергия у нас минимум 5-6 раз дешевле в Казахстане Другие налоги меньше, чем в Европе Опять возникает вопрос Куда деваются эти деньги? Они опять же В связи с тем, что партнером Миттл является Нусултан Назарбаев Он не заинтересован, чтобы заработные платы на этих предприятиях были рыночные Платились людям достойные деньги И просто они пилят Уходят вверх деньги на офшоры Через разные подрядные организации Распиливается Это происходит во всех отраслях страны Итоги Вы все должны понимать Что заработная плата на наших нефтегазовых предприятиях На металлургических горнодобывающих предприятиях Минимум по самым скромным оценкам 5-7 раз по самым скромным оценкам 5-7 раз ниже, чем на аналогичных предприятиях в Восточной Европе И где-то в 10-20 раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки и Европейских странах Притом все это продукции вся уходит на экспорт То есть продается по мировым ценам На самом деле в мире очень просто Работники решают вопрос поднятия заработной платы Как они решают? Существует профсоюзная организация на каждом предприятии Которые анализируют И с точки зрения уровня заработной платы И создание нормальных условий Чтобы люди не гибели на производстве Профсоюз защищает интересы работников предприятий И тогда в результате вот такой борьбы работодателя с работниками через профсоюзы Формируется реальная заработная плата Вот как это работает в мире Что делает Назарбаев? Профсоюзы в нашей стране полностью задавлены Лидеры профсоюза сажаются в тюрьмы Более того, когда несколько лет назад в Ахтау были забастовки Нефтесервисных предприятий, где-то около 1000 работников В закрытом помещении объявили голодовку Казахстанский суд принял беспрецедентное решение Когда работникам сервисных предприятий запретили голодать Это вообще нереально Как это может суд запретить вам, например, голодать? Вот я решил голодать Как может суд запретить мне голодать? Это абсолютный маразм Когда я это рассказываю международным юристам Они в шоке Говорят, что у вас там в стране происходит Это непонятно Это абсурд полный Вот, тем не менее, наши люди живут в этом абсурде И поэтому получается, что профсоюзные организации задавлены Людям не дают возможность выражать протест Сразу подключается весь репрессивный аппарат КНБ, МВД Людей начинает задерживать Сажает в тюрьмы и все прочее А с чем это связано? Потому что глава государства владеет Фактически всеми крупнейшими сырьевыми предприятиями страны И он запрещает Запрещает борьбу за интересы работников Запрещает поднимать Чтобы люди требовали поднять заработную плату И Комитет национальной безопасности Который должен в первую очередь думать о безопасности страны Они занимаются политическими преследованиями Инакомыслящих И всех тех, кто протестует против сложившейся ситуации И, собственно, и Министерство внутренних дел в лице полиции страны Я знаю и понимаю, что многие опасаются Потерять существующие рабочие места Но на самом деле Какой смысл жить такой нищей жизнью Перебиваться И продолжать блочить жалкое существование десятки лет Когда на самом деле Примеров в мире много В мире митинги происходят регулярно Я, например, живу во Франции Здесь регулярно забастовки на транспорте Когда блокируется метро Когда блокируется железная дорога Или не выходят на работу, по сути дела, работники этих предприятий Или проблемы, когда отказываются летчики летать И стюардессы И да, потом профсоюзная организация ведет переговоры с работодателем Договаривается И шаг за шагом Заработной платой или условия работы Они меняются Никакой войны нет Ни гражданской, ни все прочие Митинги, забастовки Это право человека Оно закреплено различными конвенциями, соглашениями Которые подписал в том числе и Казахстан Это международные договора Эти же забастовки разрешаются и нашим законодательствам Другой вопрос В наших законах Даже если эти права каким-то образом закреплены Реальность такова, что у нас за пустой плакат преследует Потом Или даже за голубой шарик Но при этом Нуратан может ходить с голубыми шарами Может ходить с плакатами Организовывать свои митинги И понятно их никто не преследует То есть такой избирательный процесс Именно поэтому Даже если законы это позволяют Защищать свои права Через забастовки Или любые другие формы протеста Тем не менее по факту мы знаем Что в реальности это преследуется Силовыми службами нашей страны Что мы предлагаем Мы предлагаем Объедниться Объедниться и Получить помощь от политической организации Демократический выбор Казахстана Полтора года назад Я озвучивал уровень заработных плат Шахтеров Металлургов Нефтяников И так далее Собственно я знаю точно Что все это привело к тому Что работники этих предприятий Осознали и начали оказывать давление На работодателей Чтобы уровень зарплаты Был скорректирован В частности Это был на Арселор Митал Шахтеры Поставали в ноябре 2017 года И добились Буквально перед первым декабрем Перед днем президента Увеличение заработной платы Как им пообещали На 30% Следом через нескольких месяцев Нефтяникам что-то пообещали Но в реальности Скорректировали процентов на 10 Насколько я знаю Вообще очевидно же Что на этих предприятиях Сконцентрировано большое количество работников Ну например На Хром Тау Там работает около 7 тысяч человек На Арселор Митал В реальности Работают около 50 тысяч человек Просто какая-то часть Выведена на аутсорсинговые предприятия То же самое на Казахмысе В Жизгазгане живет около 100 тысяч человек В Балхаши живет около 80 тысяч человек Это те города Которые связаны с этими предприятиями И очевидно что Казалось бы Когда такой мощный коллектив У которого могут быть Сформулированы Сформулированы единые требования А именно Коррекция заработной платы Это легче всего делать Когда люди работают На одном предприятии Что называется Плечо к плечу И по логике Именно на этих предприятиях Должны были объединяться Работники предприятий И выдвигать свои требования Экономические Выдвигать свои экономические требования Скорректировать уровень заработной платы При этом не на 10 Не на 15% А ориентир Западные страны Или как минимум Восточноевропейские страны Но к сожалению Это не происходит Мы вообще считали В ДВК Что именно Здесь в первую очередь Должен зарождаться протест Именно там На этих крупных предприятиях Люди должны объединяться Именно там Начнется Рабочие движения Профсоюзные движения Именно там Начнется Формироваться протест Против несправедливости Но получилось С точностью Да наоборот Именно общество Гражданское общество Начало требовать Проведение справедливых выборов Проведение Выборов на уровне Парламента Маслихатов Люди начали требовать Чтобы У них была возможность Свободно выражать Своё мнение 10 мая 18 года Мы провели Митинги С требованиями Свободы Политических заключенных То есть На самом деле Получилось так Что именно там В первую очередь Развился протест Именно там Что связано Со свободой человека Это конечно хорошо Но я был уверен Что в первую очередь Протест будет развиваться На промышленных предприятиях Но собственно Сейчас ситуация изменилась Я думаю Что мы должны Как общество Понимать Почему выгодно Чтобы работники Предприятий Сырьевых Получали Реально Более высокую Заработную плату Вы должны понимать Как это отразится На вашей жизни На работников Бюджетной сферы А суть Заключается В простом Если Работник этих предприятий Вместо Допустим 100 тысяч тенге Получает Миллион тенге То соответственно С этого Миллион тенге 10% По доходу налог Бюджет Уходит 100 тысяч тенге А со 100 тысяч тенге 10% налог 10 тысяч тенге То есть представьте Бюджет страны Начинает Получать отчисления Не 10 тысяч тенге Заработной платы Налог А 100 тысяч То есть 10 раз больше Значит происходит Наполнение бюджета То есть В бюджете страны Становится больше денег А если в бюджете страны Становится больше денег Значит пенсионеры Могут получать Более повышенную пенсию Работники Бюджетной сферы Это учителя Врачи Они тоже начинают Существенно получать Больше денег Когда В бюджете страны Средств Во много раз больше Тогда Эти деньги Могут тратиться На образование То есть Образование Может ваше Стать бесплатным Когда В бюджете Становится больше денег Эти средства Уходят на Ремонт Строительства Дорог На какую-то Социальную помощь Как вы понимаете Это прямо Взаимосвязано То есть мы Те все те Кто не работает В сырьевом секторе Должны понимать И знать Что повышение Заработной платы В этих секторах Однозначно Приведет К улучшению жизни Огромного количества Населения Более того Когда человек Получает В месяц 100 тысяч тенге Миллион тенге Он начинает Тратить у себя В регионе Он покупает Квартиры Он покупает Одежду Он ходит В парикмахерскую Он ходит В ресторан Он больше Покупает Еды Весь этот сегмент Он находится В руках Частного бизнеса Значит У вас Завтра Будет Больше людей Которые будут В состоянии Покупать ваши товары Вы будете Оказывать Больше услуг Раз вы будете Больше услуг оказывать Значит Соответственно Вы будете Больше зарабатывать Значит Ваши сотрудники В этих На этих предприятиях Будут получать Больше Размеры Размеры Заработной платой И собственно Там увеличатся Рабочие места Все очень просто Значит Мы все Должны быть Заинтересованы Чтобы работники Нефтегазового сектора Горнометаллургического И горнодобывающих Отраслей Зарабатывали Больше Они будут Платить Больше налогов Бюджет Страны Они будут Больше тратить У себя В регионе И вы Частный бизнес Сразу Это почувствуете Ваша Зарплата Тоже увеличится Ваши доходы Резко увеличатся Это повлияет На всю Страну Поэтому Чтобы не было Такой ситуации Когда Как событие Жанавзене Наши граждане Говорили Вот они Зажрались Мы все Должны понимать Что как только В нескольких Отраслях Или в одной Даже отрасли Уровень оплат Труда Резко увеличивается Это влияет На всю Страну И мы должны Поддерживать Поддерживать Такие требования Экономические Требования Работников Связанных С сырьевом С сырьевом Бизнесе Поэтому Уважаемые друзья Я сейчас Хочу воспользоваться Ситуацией Объяснить Объяснить Что Наше политическое движение Демократический Выбор Казахстана Организовал Штаб Мы призываем Создавать Вам Ячейки Да Сейчас Власть Преследует Профсоюзы Но вы можете Организовать Ячейки Из 3-5 Человек Из 10 Человек Из доверенных Лиц Кому вы Лично Доверяете И выйти На штаб Демократического Выбора Казахстана Сейчас Штаб Демократического Выбора Казахстана Начиная с этой Недели Распространен Во всех Социальных Сетях Ютьюбе Фейсбуке Телеграме Во всех Социальных Сетях Мы Социальные 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 Комитеты Выходили На штаб Демократического Выбора Казахстана Мы поможем Вам В аргументации Мы поможем Вам В ваших Требованиях Почему Нужно Увеличить Заработную Плату И на сколько Вы Все Должны Знать Что Объявлена Программа Демократического Выбора Казахстана Как только Демократический Выбор Казахстана Приходит К власти Возглавляет Правительство Страны В течение Двух Месяцев Мы примем Обязательные Законы Для Собственников Предприятий Сырьевых Предприятий В чем Это закон И заключается А в том Что Мы Обяжем Владельцев Это предприятие Чтобы Минимальная Заработная Плата Работника Была Тысячу Долларов Средняя Зарплата Тысяч Пятьсот Что Это Значит Это Значит Любой Человек Который Работает На этих Предприятиях Дворник Водитель Охранник Кто Угодно Он Не Может Получать Заработную Плату Меньше Тысячи Долларов В месяц А Средняя Зарплата На таких Предприятиях Должна Быть Не Менее Чем Тысяч Пятьсот Значит Кто Будет Получать Две Тысячи Кто Две Тысяч Пятьсот Кто Три Тысяч Долларов Но Бухгалтерия Должна Быть Построен Так Чтобы Средняя Зарплата Была Не Меньше Чем Тысяч Пятьсот Минимальная Зарплата Не Меньше Тысячи Я Хотел Б Вам Напомнить Просто Факты Вы Зайдите В интернет И Посмотрите На таких Предприятиях Как Медная Группа Казах Мыс Или Металлургические Предприятия В мире Платят За час Работы 25 Долларов То есть Если Вы 8 часов Отработали 200 Долларов В день Если Вы Поработали 5 дней Значит Тысячи Долларов В неделю Или В месяц Приблизительно 4000 Долларов То есть Как Вы Должны Понимать Что Средняя Зарплата На таких Предприятиях То есть Даже Нижняя Планка На таких Предприятиях Не составляет Ниже 3000 Долларов Наши Работники Получают На таких Предприятиях Как Арселор Митал Порядка 300 400 Долларов То есть 10 раз Меньше Поэтому Правительство Демократического Выбора Казахстана Примет Законы Которые Обяжут На этих Предприятиях Платить Минимум 1000 Долларов В среднем 1500 Поэтому Уважаемые Работники Сырьевых Предприятий Я призываю И обращаюсь К вам Призываю Чтобы вы Вышли на Штаб Демократического Выбора Казахстана Создавали Специальные Ячейки Мы вам Поможем Организовать Митинги Забастовки Мы поможем Вам Чтобы вы Добились Существенного Повышения Заработных Плат Не на 10 Не на 20 Не на 30 Процентов А минимум До 1500 Долларов В среднем Минимум Друзья Мы Говорим Что для того Чтобы добиться Смены режима Нужно От 3 до 5 Процентов Активного Населения Нашей Страны Это от 500 тысяч До 1 Миллиона Человек Как я говорил Только на Предприятиях Сырьевого Сектора Работает Около Полутора Миллиона Человек Около Полутора Миллиона Человек Как видите Если мы Поддержим Работников Сырьевых Предприятий Это выгодно Во-первых Всем Во-вторых Это приведет К объединению Всех Протестных Сил В стране И Как можно Быстрой Смене Режима Нуртултана Назарбаева Поэтому Давайте Поддержим Работников Сырьевых Предприятий Давайте Сотрудничать Давайте Объединяться Выходите На штаб Демократического Выбора Казахстана Который Присутствует Во всех Социальных Сетях Алга Казахстан